Всем привет, меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер, руководитель системной студии и сегодня я общаюсь с Константином Цепелем, мы будем обсуждать тему взаимоотношений, непростых взаимоотношений дизайнеров и поставщиков. Ну, во-первых, Костя, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, в чем твой бизнес, как и кому ты помогаешь? Я занимаюсь проектными продажами освещения, то есть это комплектация объектов после подготовления светотехнических расчетов. И мои основные клиенты это, само собой, дизайнеры и архитекторы, которые нуждаются в комплексном решении вопросов освещения и инженерии. Супер, отлично, а можно чуть-чуть поподробнее? Вот много таких вот полезных, непонятных и полезных слов. Да, но не очень понятных слов. Вот, например, на живом примере, вот когда к тебе стоит обращаться? То есть когда у дизайнера что? Или когда у клиента что? В какой ситуации можно понять, что вот вы сделаете проект и что это за проект? Ну, во-первых, надо делить, в принципе, вопросы светотехники на несколько сегментов. Это экстерьер и интерьер, прежде всего. Да, и если брать интерьерные проекты, то это частные различные решения и коммерческие решения. Прежде всего, конечно же, наша студия... То есть офисы коммерческие? Ну, офисы, салоны красоты, рестораны... И частные дома и квартиры. Да, дома и квартиры. Соответственно, наша студия, конечно же, сильна, прежде всего, именно в коммерческом интерьере, потому что там действительно очень много тонкостей, которые далеко не каждый архитектор, дизайнер может знать. На каких примерах? Ну, сколько света поставить, какого света, какие светильники, и что будет лучше функционировать в том или ином пространстве, как добиться реализации задумки в ресторане, какой спектр света лучше выбрать для банковского помещения, для приемной, для входной зоны. То есть это такие тонкости, которые позволяют коммерческим интерьерам быть успешными. Там же много факторов, не только планировка и дизайн. Но свет там тоже реально решает вопросы привлечения клиентов и рентабельности. Как в магазине поставишь свет? Да, банально. Даже тот же самый ритейл, светодизайн в ритейле, это отдельная отрасль, которая требует детальных работ. Да. То есть ты это все подсказываешь, получается, дизайнерам, делаешь для них проекты, они это вроде как должны презентовать клиенту. Ну, вроде как должны, да. Как происходит процесс, расскажи. Где вот там несоответствие, может быть, со стороны дизайнеров, как ты видишь, чтобы ты посоветовал дизайнерам, как работать? Ну, и почему именно так? Ну, во-первых, дизайнерам хотелось бы порекомендовать просто об этом задумываться. Подводных камней на самом деле очень много. как бы не только в коммерции. А свете, да, задумываются? Да, свете. Они задумываются, они рисуют 3D-картинки, делают план освещения и отдают клиенту. Вот в чем здесь подвох? В чем так делать нельзя? Подвох заключается... Нет, конечно же, так делать можно и нужно. Это первичный этап работы, скажем так. Но он уже должен быть обдуман не просто нарисовать точки выводов, да, как бы реально задуматься о высотах, о монтаже на каких-то работах. А как сначала надо нарисовать, вот как ты хочешь на визуализации, а потом получается, ну, обращаться к тебе с этим техническим заданием, за просчетом, либо на первоначальном этапе? Есть два аспекта. Первый аспект – это клиент просто приходит и говорит, у меня есть помещение вот такое какое-то, да, с определенными задачами, что это там будет ресторан, и мы хотим получить какой-то эффект. И отдает на откуп полностью нам. То есть мы разрабатываем проект, сами придумываем что-то. А дизайнер-то где? И с дизайнером согласовываем какие-то шаговые решения, что мы, например, выбираем шины и системы подвесные, потому что у вас высота потолков 5 метров, и это будет как бы правильнее. То есть проект пришел от дизайнера или это ваш клиент? Нет, от дизайнера. От дизайнера. И в какой момент ему стоит сказать? На самом деле уже когда есть некое концептуальное решение в плане стилистики, и мебелировки. То есть это визуализация получается? Не обязательно, планировка. Достаточно даже планировки уже. Уже после планировки обращаться к вам, и получается вы уже посоветуете как нужно. Хорошо, дизайнеры обращаются, то есть какие бывают на этом этапе проблемы, несоответствия, с ожиданиями? Дизайнеры обращаются, но, как правило, существует достаточно большой пробел у многих дизайнеров по ТЗ в области инженерных решений. В плане нет понятия, какие будут потолки, нет понятия, какая будет высота. Досканально не проработанная мебелировка или планировочное решение. Ну просто ее банально нет. Нет понимания по цветовой отделке или так называемой ведомости отделки. Да, без этого можно начинать работать, но, скажем так, проект будет немножко сыроват, потому что ведомость отделки серьезно влияет на вообще все. Тогда мы сталкиваемся с тем, что дизайнер все-таки должен доделать проект полностью и потом прийти к вам. А как доделать проект без ваших же технологий? То есть, получается, что первично? Первично, соответственно, разработка... В какой момент? То есть, ты говоришь, нам нужно все в идеале, а у дизайна пока только планировка. Ему как? Доводить это все до эскизного состояния? До эскизного, либо до понятия того, что вот есть планировка, и мы выбираем цвет стен такой. Мебель мы выбираем, не знаю, дуб беленый. Потолки мы знаем, что мы будем делать гипсокартонными. Межпотолочное пространство у нас позволяет урезаться светильниками. У нас нет никаких внутренних инженерных систем. У нас нет там утеплителя какого-нибудь, да, потому что очень много ошибок возникает, как раз-таки, когда просто дизайнер не задумывается вот о банально, там есть система пожаротушения или нет системы пожаротушения, есть инженерные решения под потолком или нет инженерных системы под потолком, есть там утеплитель, да, вот очень распространенная ошибка. Ставишь или там установлены врезные светильники и архитектор... Ну, архитекторы как бы обычно не грешат такими вопросами, а дизайнеры многие, да, забывают, что есть утеплитель, или есть какие-то направляющие, или есть еще какие-то элементы, которые просто-напросто будут мешать установке освещения. И не учтены высоты. Есть какое-то, давай перечислим, может быть, чтобы запомнить, чек-лист какой-то, что нужно дизайнеру проверить, там, высоты, конструкцию, утеплитель? Да, высоты, конструкцию, наличие инженерных смежных систем, такие как водоснабжение, вентиляция, особенно вентиляция, потому что она занимает очень много места на проекте, слаботочка, пожарные системы, выводы пожарных систем, разрешение на какое-либо изменение этих элементов, например, там, решение по кондиционирую до конца не принято, его можно каким-то образом подвинуть, да, как бы, или уменьшить. Расположение фан-коилов вот этих различных, но, как показывает практика, это все во время реализации потом достигается, какие-то трения со смежными лицами, скажем так, на проекте. Но на коммерческих объектах ты, может быть, чаще всего общаешься с геноподрядом, а не с дизайнером, или у вас дизайнер? Дизайнер выполняет, в том числе, и геноподрядные функции. Который все за это должен соединить? Да. И при этом бывает, что не понимает, да, вот этого всего? Тонкости вот этих моментов, потому что упускается либо инженерия смежная, либо, опять-таки, опускается опрос освещения, и начинается вот эта вот история по соединению практически невозможных элементов воедино. Хорошо. С коммерческим понятно. Значит, строишь, делаешь концепт, визуализацию, делаешь инженерные системы, в этом случае обращаешься к вам, вы все вместе с дизайнером, надо все проверить, утвердить. Дальше что? Дальше надо получить от вас какое-то предложение? Дальше от меня получается проект, да, мы выполняем на основании всех полученных данных, но, на самом деле, простота, скажем так, работы с нами заключается не в том, что надо прийти с готовым ТЗ, многие просто даже не знают, что нужно выдать. Мы всегда задаем вопросы формата там, а есть вот эти данные, и идет перечень вопросов, которые необходимы. Какие? Ну, несколько. Ну, автокад, да, автокадовские чертежи с нанесением всех инженерных решений. То есть, мы это спрашиваем. Если нет, иди добывай. Да, совершенно верно. Если нет добывания, и мы начинаем пальцем в небо, то мы пишем обязательно, что мы не несем ответственность за то, что точки водосветительника совпадут с реальностями на объекте. То есть, требуются корректировки уже на... Да. Кстати, ничего страшного в этом тоже нет, просто нужно об этом не забыть и... Это надо держать в голове, да, там, количество уделенных киловатт, например. Очень важно учитывать вопрос управления светом на первичном этапе. Нужно оно или нет. Если нужно, то какое. Если нужно, то какое. То в каких помещениях это критично, в каких не критично, потому что... От этого шина зависит, да? Да, от этого зависит оборудование даже банально. Цена оборудования, кабельные трассы будут зависеть. И, опять-таки, коммерческие проекты строятся таким образом, что стройка, она идет в процессе, да, как бы, и прокладка кабельных трасс, она начинается достаточно быстро. Если не учесть закладывание дополнительной, там, управляющей жилы, то потом, допустим, система управления не будет работать. А как понять, вот нужно мне или не нужно? Я, допустим, заказчик, да, еще не знаю, нужно у меня в кабинете, там, управление или не нужно, или, там, переговоры. Вот как ты это можешь вообще понять, читать? Когда человек еще не знает, что можно, да, как было можно, и как ты ему предлагаешь, да? Ну, мы рассказываем, что такая возможность вообще есть. А это вы рассказываете или это дизайнер все-таки рассказывает? Ну, по-хорошему, мы рассказываем дизайнеру. А, дизайнер. Да, и дизайнер должен это, как бы, по идее донести. То есть, фактически, зачастую дизайнер – это некое продолжение отдела продаж, да, который получает некую информацию, и по-хорошему, он должен презентовать и понимать тоже, нужно ли это делать, да, как бы, если это нужно, презентовать клиенту и получить от него результат. да хочу или да не хочу то есть дизайнер помимо основных своих задач помимо там дизайнерской работы если он хочет и реализовывать проекты и на этом деньги еще зарабатывать и клиенту давать самые хорошие решения ему тоже нужно и желательно вникать абсолютно абсолютно технологии при том не только света я думаю что это касательно вообще все части да да опять же если не хочешь тогда приглашаешь просто специалист свой же заказчиком и пускаешь но лучше изучать потому что это интереснее хорошо что-то делаешь в этом направлении можно ли у тебя как-то там нельзя посмотреть узнать поучиться ты делаешь я знаю мастер-классы разные то есть когда ты рассказываешь да вот о том как должно быть я знаю ты показываешь очень интересны светильники к вау-эффект вот но есть еще и ином обыденность да то есть простая там правда жизни вот рассказывают дизайнером как на что обращать внимание как правильно общаться с клиентом то есть из чего состоят какие-то ну мастер-классы проводим действительно, они направлены как раз-таки на некий ликбез для того, чтобы... Вот это вот введение, что дизайнер следует знать. Да, что дизайнеру, ну каким образом дизайнеру вести себя между клиентом и поставщиком, чтобы дизайнер мог умудриться общаться с клиентом, грубо говоря, на простом языке, объясняя ему какие-то тонкости, при этом задавать вопросы и понимать ответы от поставщика, потому что многие поставщики, да и мы тоже, как бы мы разговариваем на языке инженерии. Какие у вас там вопросы? Световая температура, светопередача, управление, там мощности, световые потоки, ну мы всегда оперируем ГОСТами, например, да, как бы там бывают такие случаи, а что такое там санпин там 24-2044, зачем вы это написали там в коммерческом предложении в проекте? Он говорит, что это как бы ссылка на ГОСТ, ГОСТ можно посмотреть в таком-то регистре, как бы, да, это описание того, что проект, который мы выполнили, он соответствует нормативам. Вот, и всегда пишем нормативы, которые мы выполняем, нормативы, которые выставляют за заказчиком, например, такое тоже бывает. У нас сейчас проект, например, был, и там есть нормативы, музей делаем, есть нормативы по музеям, есть нормативы от управляющей компании, они не соответствуют, ну, в смысле они как бы выше, чем нормативы ГОСТовские. Мы когда делаем проект, мы пишем, что проект соответствует ГОСТам и проект соответствует требованиям выставленных заказчиков. Да, да, соответственно. Кстати, очень важная вещь, очень многие дизайнеры забывают про технические условия. Технические условия есть не только требования, они иногда бывают устаревшие, ну, или какие-то там старые, там, вот эти ГОСТы. Есть еще там современные требования, и обязательно нужно уточнить у организации, управляющей компании их взять, то есть запросить этот документ. Я просто знаю по опыту, что многие дизайнеры именно на этом спотыкаются, то есть делают как вот кажется, а еще есть дополнительные требования, которые не учитываются. Да, и, кстати говоря, тоже одна из ошибок таких, что это доносит в конечном итоге. То есть, когда говорят, ну, как бы, вот просто тоже вспоминаю, на память проект делали для одного завода, столовую делали для завода. ТЗ, столовая, завод, выбор оборудования, там, требования заказчика по фирме марки светильников. Значит, ты берешь помещение, смотришь санпины, закладываешь необходимое оборудование, заказанное заказчиком, получаешь результат, отправляешь и получаешь обратную связь. Мы вот забыли сказать, что, оказывается, клиент хотел, как бы, не по ГОСТам, а хотел по ГОСТам европейским, а компания европейская. И вот, как бы, выгрузка европейских ГОСТов, которые соответствуют этой столовой, которая... В самом конце. Да, и при том, что эти ГОСТа, на самом деле, были прописаны чуть ли не в брендбуке компании. То есть, можно было... То есть, это можно было изначально сразу, да, с это прислать. Если еще они даже были, просто, получается, не уточнили. Ну, да, да, то есть, вот это вот диалог. Хорошо, скажи про коммерческие все супер, понятно, про частные. То есть, какие особенности в частном интерьере? Потому что... Ну, с частным интерьером... Да, расскажу немножко мысли. Она заключается в том, что, когда вот я проектирую частный интерьер, да, я очень хочу сделать интересный светодизайн. Ну, светодизайн – это расстановка светильника без технической начинки. И дальше я уже потом как-то должен это реализовывать. Ну, тогда, я так понимаю, к тебе и стоит обратиться, да, что вот все эффекты, которые я заложил... Как их можно достичь? Да, ты посмотришь, скажешь вообще, ну, как бы, насколько это вообще достижимо, насколько это актуально. И, может быть, даже что-то посоветуешь и скажешь, как их в жизни платить. Вот прям вот совершенно, абсолютно правильный механизм. То есть, я, как дизайнер, ну, или ты, как дизайнер, я придумываю. Да, есть какая-то схема, которую я себе представляю в голове. Правильно она или нет, логично она или нет, это уже покажет, как бы, да, анализ некий. Но, действительно, есть, в том числе и визуализация, на которой будет видно, как идут лучи световые, как они распределены, какой мы эффект получаем, что мы хотим достичь. И, глядя на эту картинку, на ту же самую схему расстановки светильников от дизайнера, я могу примерно представить, на чем это можно реализовать. Дальше я это дело проверяю программно и, возможно, ввожу какие-то коррективы. Вот. Обязательно собираем обратную связь вообще о клиенте, какой клиент, что он хочет получить от самого системы освещения. Потому что зачастую дизайнер, ну, такие случаи бывают, когда дизайнеры придумывают что-то свое, и эта придумка, она вообще не вяжется с тем, как клиент видит свою квартиру или дом. И, например, там многие дизайнеры любят, скажем так, приглушенную атмосферу, такую высококонтрастную игру цвета и тени. Это выглядит очень красиво и классно. Хорошо продается на картинке. Да, но клиент вообще в такой атмосфере даже жить не захочет, например. Ему нужно было изначально показать какие-то там готовы. А как ты это узнаешь? Ну, я прошу дизайнера обязательно показать картинки. Не знаю, с Pinterest, просто с каких-то там салонов, еще чего-то. Нравится жить в такой атмосфере или нужно более насыщенный интерьер. Это, в общем-то, можно даже по общению с клиентом понять. То есть, он по идее выдает, я там люблю много света, я не люблю много света, мне нужны различные сценарии освещения, мне не нужны различные сценарии освещения. Там даже спальни. Я буду читать ночью книгу, я не буду читать ночью книгу, мне нужен телевизор в спальне, мне не нужен телевизор в спальне. Окей, а в идеале, получается, тебе от дизайнера нужно вот помимо картинок и планировки, да, примерно, тебе нужно еще описание, Техническое задание от клиента Но эти данные, кстати, есть у дизайнера Потому что правильный дизайнер заполняет правильную анкету И эти данные есть, вы просто можете скопировать и переслать Поэтому важно заполнять данные Честно скажу, опять-таки по жизненному опыту Анкетных данных, таковых, вот эта обратная связь Или опросный лист Но я в своей жизни видел, наверное, там раза 4 Понятно, покажу Вот как бы, то есть я имею в виду от моих клиентов, от дизайнеров То есть обычно это происходит на словах Или же там, ну ты картинку видишь примерно то же самое Нужно достичь, делать что-нибудь Кость, скажи мне такое Вот программа Диалюкс, да, вот такой спор есть Для коммерческих вопросов нет Там все считаешь, все по гостам, по стиму Для частных То есть насколько это все-таки то, как ты считаешь Диалюксе Оно применимо к жизни То есть потому что субъективно все равно восприятие света Кому действительно надо потемнее, посветлее Вот насколько там То есть окей, ты делаешь те зоны, где ты читаешь функционирование Ну функционируешь, а в других местах там Насколько ты обязан делать так же светло И насколько ты можешь просчитать это с помощью программы Я так скажу, Диалюкс даже в коммерческих пространствах Программа она такая, сомнительная И... Так вилами по воде, чтобы все красиво Но нет, это не вилами по воде На самом деле, да, сейчас есть много курсов Мы обучим вас Диалюксу И многие дизайнеры туда идут Давай, скажи правду Чтобы обучиться Диалюксу На самом деле, на самом деле, без понимания и навыков вообще Осознание, как свет себя ведет на проекте Вообще в жизни Вот когда ты до тех пор, пока ты не возьмешь светильник И не позволишь, как он реально светит Диалюкс может сыграть не самую лучшую шутку То есть ты видишь числа, но ты не понимаешь, как их в жизни Ты видишь числа, и они не всегда адекватны даже, бывают И хороший проектировщик Это совокупность знаний и опыта И подспорья в Диалюксе То есть Диалюкс, например, хорошо себя может проявить в ландшафтном освещении Почему? Что там? Ну, там достаточно все видно и просто И там другие немножко нормативы И Диалюкс хорошо там себя показывает Там трудно ошибиться, скажем так Например, когда мы выполняем экстерьерные проекты фасадов Многие, кстати говоря, разницы в экстерьерном проектировании у различных компаний Многие берут картинку фотошопную Как бы несколько мазков кистью Мы получаем красивую картинку Как ее реализовывать общение зачастую, может быть, непонятно Очень много таких проектов, когда ты смотришь на очень крутой фасад И ты понимаешь, что это реально не сделать Потому что, как бы, ну, не сделать это На существующем оборудовании Мы, когда перед тем, как делать картинку Мы ее сначала просчитываем в Диалюксе И реально понимаем, как факел света будет вести себя на той или иной стене Будет он добивать, не будет он добивать Ну, а вот эту вот фотошопную картинку Это же нельзя разоиспользовать как техническое задание Как некую отправную точку, по которой ты скажешь Ребята, давайте там изменим, потому что это невозможно Ну, обычно, да, так диалог может делаться Но обычный дизайнер или архитектор редко вообще занимается фасадами Фасадами занимаются уже профессиональные компании или ландшафтами Хорошо, а давай к интерьеру все-таки вернемся То есть Диалюкс, ну, по сути, не сильно полезен, да, если ты сам не знаешь Если ты не знаешь тонкости, работать с освещением И что нужно знать, то есть нужно смотреть лампочки, да, как светит Да, надо понимать типы, градусы, углы распределения И какие они эффекты дают на стене И тут даже банально, ну, светильник, например, может быть вровень с потолком Или светильник может быть вровень с потолком Или светильник может быть в том, где лампа будет утоплена Диалюкс покажет один и тот же результат А в жизни? А в жизни это будет абсолютно разное восприятие И вот как раз возвращаясь, я люблю много света Или я хочу иметь приглушенную атмосферу Посадка светильника А при этом Диалюкс, он покажет абсолютно одинаковый результат Потому что светильник один и тот же для него, мощность один и тот же Мощность одна и та же, угол примерно один и тот же Единственное, что в Диалюксе надо очень четко понимать корреляцию горизонтальной и вертикальной освещенности Именно от этих двух параметров зависит восприятие интерьера Что это такое? Ну это освещение, грубо говоря, стены и освещение пола Да многие люди, не буду говорить процентовку Все считают по полу То есть мы получили на рабочей плоскости нужный нам результат И мы вроде как ура, выполнили техническое задание Но далеко не все анализируют вертикальную освещенность Потому что если, например, она будет напрочь отсутствовать Как раз-таки в случае светильники будут утоплены У нас будет абсолютно другая картинка интерьера Стены темные, при этом пол светлый Нормативы будут выполняться Но не будет некомфортно И не будет выполнять соответствие вертикальной и горизонтальной освещенности Которая, например, на пожилом интерьере Одна к думу там считается Один к думу С интерьером понятно Вот можешь дать какие-то несколько советов для интерьерного освещения Может быть по сетке света Потому что я знаю, что должно быть освещение Ну, желательно, да, именно строится как сетка в интерьере И на полу, и на стенах И какие-то углы подсветки То есть есть какие-то еще Из опыта, опять же, правила? Ну, гармоничность распределения светильников Да, это как бы есть понимание сетки Рекомендации на самом деле Вообще, на самом деле вопрос света В интерьере и в экстерьере в том числе Это достаточно логичная история То есть, если ты понимаешь геометрию распределения светильников Пучков Ну, это обычная геометрия за восьмой класс школы Ты можешь представить, в принципе, как это будет выглядеть И типов не так много То есть, у тебя есть Абсолютно, да Просто лампа, да, которая везде есть Есть линии, есть точки Исходя из этого, ты можешь, в принципе, имея достаточно богато, не знаю, воображение Представить, как будет выглядеть интерьер Абсолютно рекомендации Или где нужно задумываться действительно очень серьезно о световых решениях Это ванная комната Во-первых, это IP, как бы, само собой И при этом, просматривая ту же самую ленту инстаграма дизайнерскую Я в каждом посте про ванную комнату понимаю, что светильники там не с IP Если брать визуализацию Второй момент, это освещение зоны зеркал Тоже очень часто отсутствует, она как класс, в принципе Сверху поставят? Сверху поставят или поставят какой-то декоративный светильник возле зеркала Надеюсь, что он будет давать какой-то там эффект Безусловно, он будет давать эффект, возможно, очень красивый Но с точки зрения восприятия себя в зеркале, ты будешь очень странно выглядеть Как правильно ставить для восприятия себя в зеркале? Ну, желательно ставить фронтальный свет, рассеянный То есть те же самые, например, зеркала с подсветкой встроенной Это хорошее решение Но надо выбирать, чтобы качественная подсветка была уже в самом зеркале Либо покупать зеркало, иметь подсветку на какую-то более качественную Именно по цветопередаче по той же самой Отлично, с ванной что еще? Очень важно уделять внимание кухонному освещению Или к зоне кухонь Потому что там нужно четко подсвечивать и хорошо подсвечивать функциональные зоны И очень серьезно уделять внимание цветопередаче вообще по всей кухонной зоне А что ты рекомендуешь? Вот сейчас светодиоды, я знаю, очень хорошие цветопередачи есть, да? Есть галогеновое освещение То есть вот все-таки светодиоды уже можно использовать? Можно использовать светодиодные светильники Но лампы накаливания, честно говоря, и галогенки Я бы со счетов не убирал Потому что, опять-таки, в рамках малогабаритных квартир Вот эта экономия на энергопотреблении, она очень незначительная И цена вопроса, она как раз-таки на самом деле достаточно значительная Что касательно светильников Использование хороших источников света, это залог успеха в принципе А что ты имеешь в виду хорошие источники света? Ну, если мы говорим, например, про вопрос экономии Который возникает всегда на каждом проекте Да даже не то, что вопрос экономии Возникает вопрос целесообразности, я бы так сказал То есть вот, когда ты видишь два одинаковых светильники, они выглядят То есть машину ты можешь там как-то понять Все понимают, да, вот машина, у всех опыт есть жизненный А светильники, вот это металлические, это металлические Как понять, что целесообразно купить в три раза дороже или наоборот не надо? Ну, скажем так, главное, чтобы источник света сам по себе был хороший И разница в цене, например, заключается этот светильник с чипом или этот светильник под лампочку Объясни, что такое хорошее, что такое с чипом и под лампочкой? Есть светильники интегрированные, когда ты берешь его, к потолку прикрепил и все Это как бы готовые изделия, где уже встроен блок питания, где встроен сам источник света, светодиод Это хорошо или плохо? Это очень хорошо, но зачастую дорого Но при этом, если ты хочешь сделать хороший свет с точки зрения качества характеристик Ты можешь взять просто корпус светильника под лампочку с цоколем, там, ГУ-10, Е27 И тут уже основный залог заключается в покупке хорошей качественной лампы То есть ты берешь цоколь, цоколь это без лампы, получается, светильник Да И туда вставляешь ту лампу Это что, дешевле получается? Это будет дешевле, но при этом, как бы, нужно понимать, что нужно реально выбрать хорошие лампы То есть не какой-то Китай, а нонеймовский, скажем так Или не лампы, которые продаются в магазинах, в супермаркете Должен быть реально хорошие лампы, хороших производителей, там, тот же Остром или, не знаю, тот же Филипс Или хорошие китайские производители, да, при этом, что я не... Какие называют? Слушай, я даже честно, наверное, ну, например, та же самая и Кола, в принципе У них есть некоторый тип ламп, достаточно неплохие И сами лампы стоят недорого Не буду называть бренды, потому что это, как бы, я вот, например, там... Ну, понятно Ну, это не очень правильно Я, скажем так, могу... Обращайтесь, посчитаем Да, я могу много брендов сказать, которые мне не нравятся, но это будет не очень хорошо Вот, хотя, там, да, их много и в мосмаркете в том числе Хорошо, спасибо, да, за консультации такие интересные Скажи, пожалуйста, вот, когда вы делаете проект для дизайна, то есть дизайнер обращается, да, вот, как он выглядит? То есть вот как выглядит услуга? Вот если я хочу заказать у тебя, вот мне простым языком, я вот дизайнер, да? Что я получу на выходе? Да, вот, я к тебе, я понял, что к тебе я обращаюсь, когда у меня есть планировка и какая-то идея, там, визуализация, допустим, говорю, Костя, смотри, я нарисовал там красивые эти самые визуализации, только не смейся, да, сделай мне какую-то подборочку И вот тебе еще в довесочек пожелания по клиенту и примерно по бюджету, вот Вообще, кстати говоря, идеально, идеально просто, идеально Что ты мне можешь, как бы, дать посоветователю, вот, что у тебя на выходе мне идет? На выходе идет проект Где будет прописано, соответственно, типы выбранного оборудования, соответствие их ТЗ или нескольким этапам ТЗ, что да, действительно мы получили задачу, мы ее выполнили, смотрите, вот Дальше идет коммерческое предложение, если есть бюджет, да, что бывает на самом деле крайне редко, коммерческое предложение просто-напросто соответствует бюджету Если бюджета нет, то есть хоть какое-то легкое ТЗ, там, формата, там, мы примерно представляем, что это будет, там, премиум сегмент или средний сегмент, то мы выдаем несколько вариантов С вилкой, да, такой Да, то есть, как бы, есть светильник вот такой, есть светильник вот такой, по каждому типового оборудования Или же бывает так, что у нас просто заказывают проекты, и тогда мы выдаем решение формата, что вам потребуется 10 светильников вот с такими вот характеристиками И вы можете их купить, в принципе, где хотите, в магазине, у любого другого стороннего поставщика, но проект соответствует, действительно, вот 10 светильников вот такого оборудования Проект этот платный, бесплатный? Сколько стоит? Сколько готовить? Давай, давай, скажи честно Мы стараемся делать проекты платными, 300 рублей за квадратный метр, отлично Есть у тебя какой-то пример для, вот, не проблема вообще заплатить и клиенту, допустим, презентовать, но нужно какой-то пример Есть у тебя какой-то пример готового проекта? Конечно, конечно Можно будет оставить под видео, чтобы люди понимали Да, 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 и коммерческого проекта, и жилого интерьера Потому что это всегда непонятно, то есть, надо связывать, спросить, прислать, но немножко долго хочется там взять и посмотреть, как это выглядит Я беру этот проект, иду к клиенту, говорю, есть такие замечательные ребята, свет, там, техники, которые подберут и решат задачу Да, решат задачу, я дизайнер, я этим не занимаюсь, я вам только красиво нарисовал, но теперь кто-то должен сделать Показываю клиенту, как выглядит твой проект, беру у него 300 рублей за метр, иду к тебе и вместе делаем и продаем Правильно? Да, совершенно верно Спасибо, ну что же, я могу вот рекомендовать замечательного коллегу, да, можно сказать Обращайтесь, спасибо тебе большое за ответы Спасибо за вопросы Я, да, надеюсь, что мы не в последний раз и обязательно еще встретимся и обсудим какие-то другие более интересные и живые трепещущие темы И для дизайнеров, и для поставщиков, и для клиентов На самом деле, может быть, взять обратную связь, кстати говоря Давай, да И да, какие-то вопросы Задай вопрос дизайнерам Кстати, дизайнеры, что бы вы хотели получать еще помимо проектов, помимо консультации Какие услуги реально востребованы в рынке светотехники, и что бы мы могли бы предоставить для вас, чтобы быть еще более конкурентоспособны на рынке? Забыл самый главный-то вопрос, конкурентоспособность Чем ты отличаешься от других? О, на сладенькое, уже у нас, конечно, темно, но я думаю, ничего страшного В темноте да не в обиде Самый главный вопрос, в чем ваша компания, там, ты лично, твоя студия, чем отличаетесь от конкурентов? Ну, на самом деле, у нас есть несколько плюсов, скажем так, как я считаю Давай Первое, это то, что мы действительно проектируем, и проектируем сами, не на аутсорсе То есть отличные проекты? Да, отличные проекты собственного производства Доказательства есть, можно обстановить проект? Да Супер, отлично Ты инженер, да, получается, светотехник сам? Да То есть ты знаешь, как это делать? Супер Я знаю, и, соответственно, штат проектировщиков тоже есть Мы прекрасно разбираемся в системах управления, потому что отдельное направление – это автоматизация Это что такое? Система управления, автоматизация? Очень-очень дорого все, сейчас уже дешевле, есть какие-то решения? Раньше это было, ну вот, когда ты проектируешь умный дом, это там, не знаю, как три автомобиля Я, ну, на самом деле, как бы в рамках домов или больших объектов это все так и осталось Так и осталось Да, единственное, что есть вариант выбора между премиальными европейскими брендами и очень хорошим, качественным Китаем То есть есть еще выбор Да, есть выбор, как бы, то есть можно, образно говоря, сделать за миллион, а можно сделать за три То есть умный дом, а еще звук вы не делаете? Не делаем А, то есть все слаботочные, получается, вещи И охранку, и видеонаблюдение, всю инженерию То есть, как бы, это плюс такой, что у нас есть, да, комплекс систем, которые мы можем реализовать А проекты каждый, получается, по 300 рублей? Нет, проект автоматизации – это другой, проект видеонаблюдения – это другие деньги Слушай, это надо смотреть, это отдельно все считается Ладно, не будем углубляться Просто со светом там достаточно просто Второе, да, это дополнительные услуги, третье, что еще? Это, в отличие от многих других компаний Это, как бы, и сильная, и слабая сторона одновременно Это самое лучшее, потому что невозможно быть сильным в чем-то Мы не зависим ни от каких брендов У меня не подписан ни с одной компании эксклюзивного контракта Вот это, кстати, крутая вещь, когда ты делаешь честный проект и, в принципе… Ну, то есть, я просто знаю много компаний, которые ты приходишь и говоришь Знаю, я понял Здрасте, а вот хотим светильники Да, вот есть фабрика там, светильник… И мы сделаем проект бесплатно, только купите Да, купите вот именно эти светильники Отлично Говорят, а есть что-нибудь другое? Другого ничего нет Хотите другое? Идите в другое, у нас там эксклюзивные права на такой-то бренд За 12 лет работы у меня со всеми фабриками сложились действительно теплые отношения И мне не нужен никакой эксклюзивный продукт И как раз-таки вопрос о бенжетировании Я действительно могу сделать проект, не опираясь на то, что я должен заложить какой-то определенный бренд Я действительно могу выбрать из всего ассортимента товара То, что нужно будет для клиента с точки зрения и бюджета, и, соответственно, характеристик И наши проекты – это микс оборудования То есть, как бы, это может быть итальянский Гуцини Это может быть немецкий Шмидтс Это может быть бельгийский Доксис или Дельталайт Это может быть все действительно в одном проекте И это получается гибкость некая, да, как бы Но для меня, как для дизайнера, вот это вот последнее, что ты сейчас сказал Это одно из самых ценных вещей Потому что, когда я иду к клиенту, да, и говорю, скажите проект Нет впечатления, да, что я им что-то впарю Есть впечатление, что я делаю действительно с инженерами проект А дальше независимый этот проект Он может купить светильники разных там компаний И скомбинировать именно действительно в качестве Да, и это может он сделать в том числе и у меня Ну, отвечая на какие-то там, высказывая потребности Что, не знаю, я не вижу смысла там в подсобке делать там премиальный свет Ну, конечно, смысл делать в подсобном помещении Ты, наверное, так и не посоветуешь Ну, я так и не посоветую, да, как бы Но я знаю там прецеденты, когда весь проект делался там на хай-левеле Там даже какие-то там гаражные какие-то элементы Там тоже там итальянские сетеники по 300-400 евро Супер, спасибо Так, ну сейчас нас, наверное, приклинать будут Потому что видео уже нет Один звук Да, один звук, но я надеюсь, информация, которая была сегодня Была полезна, и несмотря на видео Вот можно посмотреть красивые картинки Красивый пейзаж Спасибо большое До связи Напишите обязательно в комментариях, чем Константин И компания может быть полезна именно вам Может быть выходили какие-то дополнительные сервисы, которые пока там нет Пока не предоставляются в принципе на рынке Мы готовы будем рассмотреть и разработать Все, пока